Музыка. Для некоторых это не что иное, как фон грохочущий, а для других это глубокая тайна, которую нужно изучить. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире музыкально-терапевтическая среда и я, Лилия Новикова. Как музыкальный терапевт я стараюсь понимать музыку с ясностью и глубиной, стараюсь быть верной себе как музыканту и как терапевту. Эффективна ли музыка как терапия? Для создания профессии музыкального терапевта в современном мире здравоохранения нужно ответить «да». И еще нужно, чтобы это было правдой. Каждый день я отвечаю на этот вопрос. В планировании сессии, в достижении терапевтических результатов, в изучении исследований, в подготовке материала для практической работы. Почему музыка эффективна как терапия? Здесь мы выходим за рамки феномена музыки, пытаясь понять, почему именно так. И здесь важен не только личный опыт, но и опыт коллег, культурно-исторический опыт, контекст развития искусства, науки, философии. Подлинно мыслить, рассуждать, рассуждать всеобъемлющим образом, способствовать диалогу в сообществе, стремиться не дискредитировать профессию. Аген различает три подхода к теоретизированию музыкальной терапии. Можно мыслить, объясняя эффекты музыкальной терапии, опираясь на концепции других дисциплин. Можно применять по отношению к музыкальной терапии так называемую теорию мостов, наблюдаемые в поле музыкальной терапии, термины из других дисциплин, и мы пытаемся сочетать их с теми, что относятся к музыке и музыковедению. Можно мыслить оригинально, создавая теорию музыкальной терапии, специфичную только для нее. Такая теория ориентирована на музыку целиком и полностью. Например, работы музыкальных терапевтов, с которыми мы уже так или иначе познакомились. Это Аген, Олдридж, Бонни, Кеннет Бруши, Игл, Кенни, Нордов и Робинс, Мерседерс Павлиевич, Мэри Присли, Эвен Руд и другие. Теоретические парадигмы из внешних областей, спроецированные в область музыкальной терапии, например, такие как психоанализ или когнитивно-поведенческий подход, работают как бы снаружи. Если мы переводим материал из одной формы в другую, мы сначала создаем модель и в конце концов используем слова для описания того, что мы делаем. Начнем с определений и попытаемся сформулировать, что есть музыка, опираясь, скажем, ну, допустим, на концепцию Курта Винни-Котта. Музыка звучит как упорядоченная по времени транссловесная игра. Звук – это то, что слышно. Время – это неопределенное продолжение прогресса существования и событий в прошлом, в настоящем, в будущем, в целом. Упорядоченное методическое устройство. Транс – выход за пределы, перемещение на другую сторону словесного языка. Игра – свободное действие, которое рассматривается как активная спонтанность, а не реактивность. Это определение музыки было призвано обеспечить широкую концепцию музыки, включающую в себя явные звуки из трех музыкальных сфер. Музыка природы, исходящая из естественного мира, и музыку человека. Например, можно рассмотреть различные ритмические характеристики каждого. Ритм природы – поток, непрерывный, но случайный. Ритм культуры – это периодичность, которая измеряется и координируется обществом. Ритм личный, который буквально пульсирует, целенаправленно движется, чтобы поддерживать устойчивое состояние как в психике, так и в соме. Эти ритмические атрибуты музыки упорядочены по времени, но по-разному, и поэтому включены в определение музыки человека. Звук – как упорядоченная по времени транссловесная игра. Сейчас все больше актуализируется необходимость свести импульс и намерение освоить что-то новое, ясности, и получить системные знания, а не урывки. Чем больше мы осоздаем принципы музыкальной структуры как явления, тем яснее понимаем, что значит быть человеком. И наоборот. И это путь. Он связан с построением отношений в системе музыка человека. Музыка находится в человеческом организме в конкретный момент времени и порождает конкретное состояние – состояние музыки. Как и выраженные, более значимые его характеристики. Что происходит, когда звучит музыка? Отклик. Выражение. Отношения. Эмоциональная реакция. Познавательное включение. Неврологические изменения. Рассмотрим каждый пункт отдельно. Итак, отклик. Мы отвечаем на ритм, который слышим, постукивая ногой, пощелкивая пальцами, качая головой. Это означает, что музыкальное состояние открыто для воздействия извне. Независимо от осознания, мы восприимчивы к музыкальным стимулам, исходящим от музыки, природы и культуры. Наш организм открыт для ритма, мелодии, гармонии, тембра, динамической и музыкальной формы. Выражение. Музыка вызывает действия. Мы поем, играем на барабане. Мы отправляем нашу музыку в среду. Мы выражаем себя. Почему мы это делаем, пока не ясно. Просто делаем. Отношения. Реляция. Некоторые музыкальные состояния вызывают другие музыкальные состояния. Я пою, вы отвечаете. Это соединение может привести к другим соединениям. К соединению моей терапевтической интенции и вашего интеллектуального, актуального, эмоционального состояния. Теперь немного о природе этого соединения. Мы не должны следовать принципам эклектики и ожиданию кумулятивного эффекта, накладывая один прием на другой. Мы должны понимать, что свойства системы в ее системности. В организации элементов не по принципу 2 плюс 2 равно 8. Давайте вспомним Анохина с теорией функциональных систем. Профессия музыкальный терапевт рождается от понимания междисциплинарного контекста, когда предстает взаимодействие внутри системы. Я как терапевт могу ускорить процесс и моделировать условия, в которых могут развиваться эти отношения. Я и вы. Вы и я. Вместе со временем. Каждый в своем собственном музыкальном состоянии. Эмоции. Некоторые музыкальные состояния имеют качество. Клиент чувствует музыку. Он восхищен звуком. Чувствует радость. Теперь боль. Теперь скуку. Теперь что-то непонятное. На некоторое время он потерял слух, и качество его музыкального состояния стало другим. Приглушенным. Его музыкальное состояние погружено в эмоции. У музыкального состояния есть когнитивные проявления. Кто-то вспоминает о значимых моментах жизни под музыку, или вместе с ней, или независимо от нее. Важно, как и когда это происходит. Музыка представляет что-то, память, контекст, образ, метафору, символ. Происходит стимуляция сознания. У сознания появляется доступ к актуализируемой музыкой информации. Допустим, что в этот момент вы испытываете освобождение от напряжения. Осознавая свое собственное осознание. Организм дает релаксационный отклик. Это музыкальное состояние. Состояние мышления. Изменения. Где я настоящий? Какова моя личность? В моем теле? В памяти тела? Мотивирован ли я к изменениям? Это изменение следует моему естественному развитию? И как музыка связана со всем этим? Каждый принцип музыкальной терапии утверждает, что мы должны добиться положительных изменений. Кто дает нам разрешение на это? Музыкальные состояния касаются изменения себя. Неврологические проявления музыкального состояния. Музыкальное состояние мозга. Недавние достижения в области нейронауки показывают, что представительство музыки в мозге очень значительно. Мы знаем, что различные области мозга стимулируются звуком и музыкой. Но есть разрыв между состоянием мозга и феноменальными переживаниями, между объективным и субъективным. Одно дело дать неврологическое объяснение возникновения определенной эмоции. И совсем другое – вербальное объяснение самих переживаний. Здесь мы подходим к теме теории музыкальных систем. Какое же мы можем дать обоснование возникновению таких теорий? Обоснование простое. Изучая дерево, необходимо помнить, что это часть леса. Есть общая теория систем. Мы пытаемся увидеть сходства в разных вещах, описать принципы, лежащие в основе системы, которые заставляют элементы работать вместе. Этот подход был впервые использован биологом-философом Людвигом фон Берталанфи 1901-1972. С начала 50-х годов применялся ко многим дисциплинам, включая биологию, психологию, экономику, экологию, сельское хозяйство, социальные науки и философию. Музыкальное бытие Нордов и Робинс выдвинули категорию «музыкальный ребенок». Это индивидуальная музыкальность, врожденная. Термин имеет отношение к универсальности человеческой музыкальной чувствительности, упорядоченности, к соотношению тонального и ритмического движения и однозначно личному значению. Музыкальная отзывчивость каждого ребенка. Эта концепция лежит в основе методики Нордов-Робинс и их модели музыкальной терапии. Предположим, что музыкальный ребенок должен превратиться в музыкального взрослого. Тогда надо принять условие, что взрослый человек превращается в музыкальную систему. Человеческий организм с физиологическими системами, кровообращение, дыхание, пищеварение, нервной системой. Физиологи смогли описать морфологию каждой системы различной части, а также функции систем. Я не говорю, что музыкальные системы такие же, как физиологические. Они разные. Но музыкальные системы реорганизуют анатомию и физиологию человека в созвучии с музыкой. Для Бертоланфи система либо изолирована от окружающей среды, замкнутая система, либо непрерывно обменивается веществом энергии с окружающей средой, открытая система. Естественной системой является открытая система, которая не обязана своим существованием сознательным и человеческому планированию. Четыре особенности есть у естественной системы. Упорядоченность, поддержание установившихся связей, самоорганизация перед лицом вызова или опасности, и иерархичность. Естественная система имеет качество упорядоченной целостности. Естественные системы поддерживают себя в изменяющейся среде. Это означает, что они самостоятельно контролируют и ремонтируют себя. Естественные системы создают себя в ответ на вызов окружающей среды. При воздействии постоянных внешних сил, системы могут реорганизовывать свои собственные ограничения и приобретать новые измерения в процессе адаптивной самоорганизации. Естественные системы координируют иерархию природы. Что музыка для нас? Как мы это понимаем? Давайте вернемся к нашему определению. Звук, как упорядоченная по времени транссловесная игра. Каждый из элементов этого определения музыки выдвигает часть, которая необходима для целого. В долгой истории музыковедения мы видим измерения музыки, которые выдвигаются для анализа и понимания. Ритм, упорядоченный во времени. Мелодия, транссловесная игра. И гармония, форма этой игры. Разумеется, понятие гармонии, понимаемое на Западе, не всегда практикуется таким же образом в музыке других культур. В этих музыкальных мирах одновременность тонов выражается скорее как в полиритмической, так и в политональной групповой деятельности в виде горизонтальной, а не вертикальной гармонии. В соответствии с висшизложенным определением музыки я выбираю постановку дискурса о музыкальных системах с этими тремя аспектами ритмом, мелодией и гармонией. Наше музыкальное существо имеет три музыкальные системы ритм, тон и гармонию. Ритм – это система, которая делает человека ритмичным. Ритмичным существом, проявляющимся в основных периодах и циклах человеческой жизни. Как только после рождения мать берет ребенка на руки и прислоняет голову к своему сердцу, ритм становится надежной опорой. Суть здоровья человека – это согласие движущихся частей, чтобы организм мог работать в целом. При изучении физиологии и заболеваний человека мы идентифицируем такие элементы, как ритмы боли, ритмы активности, мышечные ритмы, ритмы кровообращения, ритмы сна, ритмы дыхания, сердца и другие. Ритм – открытая система в стационарном состоянии. Наша ритмическая система постоянно приспосабливается к поддержанию биомузыкального гомеостаза. Это открытая система, подверженная ритмическому воздействию со стороны окружающей среды. Ритм обладает способностью к творческой самоорганизации перед лицом вызова. Ритм – это то, чем мы становимся лучше, чем больше мы делаем. Майкл Таут указывает, что слуховой ритм улучшает временные, пространственные, силовые аспекты общей картины движения в терапии. Ритм обеспечивает гибкую систему многих уровней, создавая новые модели для ритмии нашей жизни. Все ритмы – это форма периодичности. Ритмическая подсистема – это вибрация. Это уровень, где звуки проявляются и складываются. Колебательные единицы объединяются, чтобы стать ритмом, регулярно повторяющимся движением, которое протекает во временной чередующейся последовательности. Одним из важных элементов периодичности является пульс – постоянный устойчивый базовый ритм. Другим аспектом ритма является темп – продолжительность между импульсами. Циклы музыкального ритма взаимодействуют с биологическими ритмами. Тон или тонус – музыкальная система, которая организует людей как звукообразующих существ, особенно через голос. Тон – это строительный блок мелодии. Он менее зависит от культурного значения, нежели мелодия. Это диапазон звуков, который создает наш клиент и в котором представляет широкий спектр эмоций. Вот описание тонов при рассмотрении четырех организационных особенностей общих для всех природных систем. Анатомически тональная система включает в себя все звуковоспроизводящие звукочувствительные структуры организма – легкие голосовые связки, резонаторы, артикуляционный аппарат, внешнее, среднее, внутреннее ухо, а также сложные неврологические соединения коры головного мозга. Эти элементы тональной системы работают вместе для того, чтобы организовать взаимодействие человека со звуком. Наш клиент не только поет, но и настраивает свой голос, а иногда и модулирует. Тонос поддерживает себя в изменяющейся среде. Обратите внимание, как дыхание буквально поддерживает голос, сохраняя устойчивое состояние. Чихание, храп, фырканье прерывает поток воздуха в носу, не допуская его в гортань в экстремальных ситуациях. Человек стонет в горе, вздыхает, когда грустит, устает, испытывает облегчение, плачет от боли и страха или раскаяния. Диагнозы и дисфункции любого рода не препятствуют использованию этих звуков, но за исключением случаев серьезного ущерба миндалине. Мы используем вокализацию, чтобы все было в порядке с миром, как внутри, так и снаружи. Тонус создает себя в изменяющейся среде. Понятно, что различные аспекты могут сильно измениться. Один меняющийся аспект – дыхание, понимается как ключ во всех школах благополучия тела. Еще одним заданием является естественный шаг человека. Это характерная дробная нота. Вы говорите непринужденно, но по мере того, как вы меняете речь, вы можете изменить и шаг. Кроме того, мы расширяем наш репертуар, и внешний голос все больше и больше отражает наше внутреннее существо, рассказывая историю нашей жизни. Тонус существует в иерархической реальности. Тональная система основана на частоте вибраций, которую мы интерпретируем как шаг. Каждый ах содержит свою собственную вибрационную радугу. Это мир гармоний, который является инвариантом красивых природных звуков. Эта подсистема гармоник делает тон структурой. Мы слышим истинную связь между музыкой и языком, с эмоциональным смыслом и со ссылочным значением. Связь музыки и языка – это не просто метафора. Музыка и язык имеют биологические сходства. Гармония объединяет все другие аспекты музыки, в частности ритм и мелодию. Как мы увидим, музыкальная система, называемая гармонией, легко принимает четыре атрибута общие для всех естественных систем. По определению гармония – упорядоченная целостность. Это объединение частей, чтобы сформировать связное целое, поразительно похожее на концептуальное здоровье, которое мы описываем как гармонию, как целостность, как благополучие. Музыкальная гармония может восприниматься как вертикальная укладка тонов в один момент или как горизонтальный контрапункт. Гармония – открытая система, постоянно двигающаяся, чтобы поддерживать устойчивое состояние. Это созвучие, по сравнению с которым все другие музыкальные переживания являются диссонансами. Гармония создает ответ на вызов окружающей среды. В игре гармонии мы выбираем несколько тонов из многих устойчивых состояний. Гармония – это динамическая система. Интересно, что историческое развитие гармонии в западной музыке совпадает с развитием структуры самих гармонических последовательностей – унисон, трезвучие, их обращение и септаккорды. Итак, сегодня мы познакомились с теорией музыкальных систем. Мы поговорили о том, что существуют музыкальные состояния, о том, что музыкальные состояния выражены в нашем музыкальном существе, на биологическом и эмоциональном уровне. Мы посмотрели, что есть музыкальные системы, и всего их три – ритм, тонус, гармония. Это естественные системы с четырьмя общими качествами природных систем. Мы посмотрели на особенности музыкальных состояний. И, думая, можем прийти к выводу, что теория музыкальных систем – прочная основа для понимания деятельности музыкального терапевта. Такая теория, во-первых, музыкально ориентирована. Во-вторых, она использует термины из общей теории систем в сочетании с теми, которые характерны для музыкальной терапии. В-третьих, теория музыкальных систем создает новые концепции – ритм, тон, гармония. Чтобы быть эффективным, музыкальный терапевт должен работать именно с этими системами. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.